Здравствуйте! Вы знаете, что в образовательный процесс внедрён курс краеведения. На этих уроках вы узнаете историю родного города, а также о людях, которые проживают в этом городе. Курс краеведения поможет вам узнать о родном крае и истории родного края. Тема урока – туристские маршруты. Сегодня на уроке научимся разрабатывать пути создания туристских маршрутов, узнаем о самых популярных туристских маршрутах нашей столицы. Что такое маршрут и зачем люди путешествуют, мы будем отвечать на эти вопросы в течение двух уроков. Будем учиться правильно путешествовать, создавать туристский маршрут, делать отчёт о своём путешествии. Опорные слова. Экскурсия – это коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки. Прогулка с образовательной, научной, познавательной, спортивной или увеселительной целью. Генеральный план – это документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция или иные виды градостроительного освоения территории. Паломничество – это путешествие верующих с целью поклонения географическим местностям и реликвиям, имеющим сакральное значение в данной религии. Туристский маршрут – это географически определенная, привязанная к данной местности или особенным объектам трасса, похода, путешествия, передвижения. Приближается лето. Ты с друзьями решил побольше узнать о культуре и истории нашей страны. Раздумываешь, с чего начать, куда поехать. Начни с разработки туристического маршрута. Что ты представляешь себе, когда слышишь слова «туристический маршрут»? Туристу на заметку. Маршрут может разрабатываться не только самими туристами, но и туристической фирмой. В этом случае участникам предоставляются транспорт и экскурсовод. Следуя туристическим маршрутам, можно увидеть исторические и природные памятники. История туризма в Казахстане. В истории древнего мира первые организованные путешествия по территории современного Казахстана связаны с глобальным туристским объектом Великим Шелковым путем. Китайские путешественники пытались сделать описание увиденного ими в пути. Сохранилось описание буддийского паломника, который еще в седьмом столетии перешел коротким путем из Китая через Тиньшанские горы к берегам Иссыкуля. Самые первые туристские объекты на территории Казахстана связаны с завоеваниями и миграцией тюркских племен. Первым организатором паломнического туризма в Казахстане был Эмир Тимур и связанные с его именем памятные места, которые в разное время помогли и содействовали развитию туризма в Казахстане. Основным таким памятником стал созданный по приказу Эмира Тимура в 1399 году мавзолей над могилой Ходжа Ахмета Ясави. Паломничество к этому мавзолею осуществляется до сих пор. Маршрут – это заранее спланированный путь следования в течение определенного времени. Туристские маршруты делятся на тематические, комбинированные, походные и физкультурно-оздоровительные. Давайте познакомимся с каждым из них в отдельности. Тематические маршруты, как правило, проходят в сопровождении экскурсовода и заданной темой. Походные маршруты – маршруты с активными способами передвижения, как пешие, так и автомобильные. Физкультурно-оздоровительные – это мероприятия спортивного и физкультурно-оздоровительного характера. Комбинированные – сочетают в себе все виды вышеперечисленных маршрутов. Маршруты различаются по временам года. Они бывают круглогодичные. При круглогодичных маршрутах вы можете отправиться в путешествие в любое время года. Сезонные – например, горные, водные или лыжные, то есть в определенное время года. По продолжительности маршруты различают на многодневные – от 14 до 30 дней. Маршруты выходного дня – от 1 до 3 дней. И несколько часов – это экскурсии. Туристский поход. Среди учеников, а также взрослых, много любителей путешествовать по родному краю. Но для того, чтобы ваш поход был интересным и запоминающимся, нужно придерживаться определенных правил. И тогда ваш поход станет запоминающимся. Давайте рассмотрим основные этапы похода. Организация. Цели, задачи, планирование, решение организационных вопросов, комплектование группы, выбор района, похода и так далее. Переезд в точку начала маршрута. Подготовка. Составление календарного плана похода и определение контрольных сроков, где руководитель должен учесть время выезда, время возвращения, продолжительность нахождения, выбор и подготовка снаряжения, одежды, подготовка продуктов питания и медикаментов, оформление проездных документов и так далее. Проведение. Это ведение походного дневника, описание сложных участков маршрута и фотографирование, корректировка картографического материала, выполнение зданий, научно-производственных и общественных организаций и учреждений. Подведение итогов. По завершении экскурсии похода желательно сделать фотовыставку или небольшой видеоролик. К примеру, под названием «Мы на экскурсии по современному Нурсултану». Нурсултан – столица Республики Казахстан. Многие видят столицу Казахстана по-разному. Для одних это крупный мегаполис с современными небоскребами и бизнес-центрами. Для других это культурный и образовательный центр страны. Нурсултан – красивый, интересный, молодой город. Прежде всего, это город фонтанов, парков, скверов, музеев и торговых центров. Какая она, ваша столица? Давайте совершим маршрут по этому городу. Экскурсия начинается с бульвара Нур-Жол. Проектированием бульвара Нур-Жол занимался японский архитектор Кисё Куракава, который также являлся и автором генерального плана столицы. На бульваре находятся главные государственные учреждения и культурные сооружения страны. Также вы можете посетить торгово-развлекательный центр Ханшатыр. Ханшатыр является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Центральной Азии. Здание занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий шатер в мире. Архитектором данного сооружения является британец Норман Фосфор, который также является и автором других архитектурных чудес столицы. В Книге рекордов Гиннеса Казахстан упоминается несколько раз. Наша страна самая большая в мире, не имеющая выхода к открытому морю. Наши путешественники быстрее всех добрались до Южного полюса на автомобиле. 5 миллионов наших с вами соотечественников одновременно занимались аэробикой. И, наконец, в нашей с вами столице построили самое большое в мире шатровое сооружение. Астана-опера – третий по величине оперный театр в мире. Инициатором проекта является первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Здание признано архитектурным памятником национального значения. Следующая остановка – это парк влюбленных. Здесь находится множество памятников, но самым оригинальным является фонтан, состоящий из 16 подков. Обязательно пройдите по круглой площади перед зданием Каз Мунай Газ. Поднимитесь на смотровую площадку монумента Байтирек, откуда открывается прекрасный вид на город. А теперь посмотрим короткое видео. Расположен в новом административном центре столицы. Высота сооружения – 105 метров. Проект был разработан по инициативе президента Нурсултана Назарбаева. Байтирек своим строением выражает космогонические представления древних кочевников. По преданиям намадов, на стыке миров протекает мировая река. На ее берегу возвышается дерево жизни – Байтирек. Его корни находятся в подземном мире. Само дерево, его ствол – в земном, а крона – в небесном. Каждый год в кроне дерева священная птица Самрук откладывает яйцо. Солнце, которое проглатывает дракон Айдахар, живущий у подножия дерева жизни. Все это символически обозначает смену лета и зимы, дня и ночи, вечную борьбу, добра и зла. Далее следует площадь, где расположены государственные учреждения. Президентский дворец Акарда, здание правительства и парламент Казахстана, дом министерств и Верховный суд Республики Казахстан. Далее посетите площадь Независимости, где располагается главный символ страны – монумент Казах-Елет. Дворец Независимости, Национальный музей Республики Казахстан, Дворец Мира и Согласия, мечеть Хазрет-Султан. Маршрут номер 2. Нур-Султан – город мира и согласия. Население Казахстана имеет многонациональный состав. Гуляя по этому маршруту, вы увидите все богатство и многообразие культур и религий столицы. За современную архитектуру его прозвали городом будущего, но есть у столицы Казахстана и еще один титул – город мира, который она получила еще в 1999 году от организации ЮНЕСКО. Все из-за того, что в Нур-Султане находится около десятка храмов, представляющих различные конфессии. Каждые три года во Дворце Мира и Согласия проходят съезды мировых религий. Экскурсия предполагает посещение Исламского культурного центра, мечети Хазрет-Султан. Большая часть местного населения исповедует ислам, но Конституция государства наделяет его светскими характеристиками. Стремление к уважительному сосуществованию между представителями разных религий поддерживается на уровне властных структур. Для еврейской общины в 2004 году была построена синагога. С первого дня открытия и по сей день это бело-голубое здание считают крупнейшей синагогой во всей Средней Азии. Православная церковь Кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. Маршрут номер три. Нур-Султан, Центр культуры. Экскурсия с посещением музея первого президента Казахстана. Музей первого президента Республики Казахстан – это бывшая резиденция Нур-Султана Назарбаева. Здесь хранятся основные документы нашего государства, подарки первому президенту от глав других стран, личные вещи. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы узнали, что такое маршрут, какие бывают туристские маршруты, как правильно создать туристский маршрут. Познакомились и создали туристский маршрут по нашей столице, используя дополнительные источники информации. Маршруты – это не только чистый спорт. Это прежде всего вы совершаете путешествия, получаете навыки, находите друзей и, наконец, отдыхаете. На следующем уроке мы продолжим маршруты по нашей столице. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok